Ну, есть две категории студентов, которые могут быть участниками Олимпиады. Это бакалавриат и это магистратура и специалитет. Соответственно, те, кто по категории бакалавриат, они получают льготы, в частности, при поступлении в магистратуру, во многие, да во все, наверное, в ведущие вузы России. Ну, а те, кто старшая группа магистратуры, там, поступление в аспирантуру и какие-то льготы, да, по выбору рабочего места. Ну, участвовать, наверное, интересно всем бывает, даже тем, кто не прошел. Это же важно знать свои знания. Ты можешь пройти или не можешь. Пока не попробуешь, не узнаешь. У каждого своя мотивация участвовать в подобных Олимпиадах. Мне всегда было интересно соревноваться с самим собой. Могу ли я решить конкретно данную задачу или не могу? Если могу, отлично. Если не могу, вот здесь надо будет доработать, чтобы в будущем попытаться улучшить свой результат. Цель отборочного этапа — это даже, скорее, самоконтроль. Человек должен выяснить для себя, стоит ему идти на финальный тур или это вообще бессмысленно. Поэтому на отборочном туре мы проверяем не глубину знаний, а эрудицию, фактически широту знаний. Финальный тур — ровно наоборот. Там мы как раз проверяем глубину знаний, но в отдельных точках. Первым делом нужно посмотреть, какие задачи вообще есть на Олимпиаде, благо это не первый сезон. И это, кстати, относится еще и к квантным технологиям. Потому что будет второй сезон, и задачи уже известны какие. Но подготовиться на какой-нибудь результат, который позволит уже побиться за место в магистратуре той же, я думаю, возможность всегда есть. Тут все зависит от человека, на самом деле. Я готовился к Олимпиаде путем прорешивания вариантов прошлых лет. Я считаю это самой эффективной подготовкой, потому что она позволяет наиболее полно окунуться в специфику задач, которые характерны только для этой Олимпиады. Придумывание задач — это такая своеобразная работа. И, в общем, на кафедре физики есть большие специалисты. Это требует, ну, некого, по-моему, какого-то такого особого взгляда на обычные вещи. Ну, например, вы видите на улице автомобиль, который едет по мокрой дороге. Вот облако брызг, которые за ним образуются. В общем, это предмет для физической задачи, пожалуйста. Можно задуматься о том, почему все сладкое и липкое, почему все жирное и скользкое. Это тоже основа физической задачи. В общем, задачи, они повсюду. Надо просто хотеть видеть и уметь находить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова